Ну, я говорю, что Дорогий Ресоюз — это продолжение наших сетей, потому что мы, прежде всего, ключевые исполнители их запросов с точки зрения развития определенных стратегических задач. То есть сейчас перед нами стоит задача наращивания продаж высокомаржинальных уникальных товаров. И мы как раз для сетей производим такие товары. Это либо СТМ, либо внешнеэкономическая деятельность, либо эксклюзивные контракты. Помимо того, что СТМ есть возможность выпускать в совершенно другом уровне, не так, как мы можем это делать своими силами в сети, с привлечением уже другого уровня компаний, внешнеэкономическая деятельность, безусловно, и обмен лучшими практиками. Вот это, наверное, то, что вообще заменить ничем нельзя и найти где-то в другом месте нельзя. Дорогий Ресоюз стал здесь одним из катализаторов именно коммуникационных, в первую очередь, и реализации планов на предмет экспорта, потому что консолидация, она очень помогает выполнять подобные вещи. У нас очень хорошее понимание сетей внутри друг друга. Мы четко сформулировали цели, и так как у нас есть эта четкая цель, то мы интересны для производителя именно четким пониманием, что мы хотим. Когда сети разговаривают отдельно, то стратегия выстраивается совсем другая у производителя. В данном случае, когда разговаривает Союз, то поднимаются вопросы более глобальные, чем частные какие-то проблемы. Мы реально можем договариваться о тех объемах, которые мы можем и производить, и продавать в определенное количество времени, потому что на сегодняшний день самый больной вопрос для всех – это логистика. И благодаря вот этому общению мы даже не ощутили, то есть наши объемы растут, невзирая на объективные какие-то отрицательные реальности. Когда сеть выпускает СТМ, это тот продукт, который наиболее приближен к покупателю, востребован покупателем. А когда это несколько сетей, это еще позволяет производителю обеспечить квант загрузки производства, сразу объем отгрузки и сразу долгосрочный контракт, если это качественный СТМ на несколько лет. Поэтому, мне кажется, это мечта. Нам очень комфортно работать. Мы друг друга давно знаем персонально, росли в этом бизнесе как-то вместе, не только параллельно, но и пересекаясь постоянно. Поэтому я считаю, что здесь в первую очередь именно личностные взаимоотношения на хорошем уровне. Мы на самом деле очень заинтересованы в развитии нашей партнерской сети. И для нас, прежде всего, очень важно, чтобы сеть сама хотела присоединиться к нашему сообществу. То есть, чтобы у нее была потребность быть вместе с нами, чтобы она соответствовала тем целям, которые мы перед собой ставим, а это именно усиление конкурентоспособности сети. И мы от сетей, прежде всего, ждем активной позиции. То есть, если сеть готова участвовать в проектах, хочет быть вместе с нами, то мы всегда рады. Ну вот, как раз в прошлом году Дрогери Союз вышел на новый уровень в выпуске СТМ. Было разработано несколько брендов, которые мы с нетерпением ждем, что они появятся у нас на полках уже в этом году. Еще одно из направлений – это работа с лицензиями, с лицензионными продуктами. Ну, конечно, это в области детских товаров. Это то, что тоже мы очень ждем. И ВЭД в части корейских, азиатских продуктов. Но в первую очередь, я очень надеюсь на массовое расширение количества независимых сетей, что позволит выстраивать как раз закупочную политику более оперативно, более выгодно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!